Продолжение следует... Нам не повторить, не создать ничего лучшего. Просто у природы есть, скажем, скрытые формы, которые нам достаточно убрать лишнее. То есть открыть красоту камня, показать рисунок, сделать какие-то фактуры. То есть облагородить камень таким образом, чтобы его не испортить, показать идею в камне. То есть чувствовать это именно, чтобы не срезать лишнее, а дополнять именно глубиной реза. Вот это чувство камня. Когда ты видишь полупрозрачность, когда ты видишь многослойность, и когда ты можешь, например, верхний слой, который светлый, соединив с темным нижним слоем, прорезать до такой степени, что получаются камеи, инталии, барельефы из одного камня, но с разным цветом. То есть вот это чувство камня. Для большинства людей камень – символ холодности и бесчувственности. Известно, что каменное сердце не болит. Лишь немногим, их можно назвать посвященными, открывается подлинный характер минералов. Художник Алексей Антонов умеет с камнями разговаривать по душам. В его творческой мастерской в городе Екатеринбурге они как будто оживают. Пуски бездушного сырья приобретают формы людей и животных, вступают в диалог, вызывая улыбку, недоумение и восторг. Камнерез – тот же художник. Он создает яркие и сложные картины, используя вместо кисти и резак, а вместо красок – поделочные, полудрагоценные и драгоценные камни. Для творчества этот материал – один из самых непростых. Сокровища подземных кладовых – твердые и хрупкие. Чтобы найти подход к камням и сделать их податливыми человеческой фантазией, потребовались столетия исканий и трудов. На Урале привычка бережного и внимательного отношения к камням передавалась из поколения в поколение. Мастера по обработке камня образовывали целые династии, внутри которых сохранялись профессиональные секреты. Алексей Антонов тоже не случайно стал связан с этим делом. Я уже во втором поколении приближен к камню. Мой отец всю жизнь занимался грубой обработкой камня, был каменотесом, работал на СИП-карьере. Это наш чисто уральский гранит, сибирский, ну, как бы серый его назовем. Вот отец мой занимался всю жизнь камнем. То есть, может, как-то через кровь, либо как-то каменная пыль осела, и мне передалось. То есть, а так живьем с цветным камнем я познакомился на презентации училища 42-го художественного Юлии Нерезного в 8-м классе за 2-3 месяца до окончания школы. Там тогда было модно ходить за завалом. И они показывали работы первого курса обучения. Это были для меня серьезные вещи. То есть, сам камень меня тогда поразил своим цветом, многообразием. И тогда я загорелся и как бы понял, что это мое. Только разделив камень, можно понять, подходит он нам для работы или нет. Потому что внутри может быть все, что угодно. И трещины, и неподходящий цвет, и рисунок. Поэтому большая часть камней не используется для изготовления фигурок. Но конкретно этот камень, шайтанский перелив, можно использовать хоть полотенце, платок. Можно сделать татарочку. То есть, в принципе, подойдет, если обойти вот эти трещины. Объемная мозаика – сложный жанр камнерезного искусства. А создание человеческих фигурок можно назвать высшим пилотажем. Каждый фрагмент скульптуры выполняется как самостоятельное произведение. Когда все элементы соединяют, получаются красочные и нарядные трехмерные композиции. Первые эксперименты по соединению различных видов камня на Урале относятся еще к 18 веку. Но вершин мастерства в этом деле камнерезы достигли в начале 20 века. Тогда хрупкими разноцветными скульптурами из самоцветов увлекся известный на весь мир ювелир Карл Фаберже. В его мастерских работали уральские умельцы, а партнером для него стал художник и камнерез родом из Екатеринбурга Алексей Денисов-Уральский. В 20 веке многочисленные войны и революции прервали естественное развитие этого направления в искусстве. В советское время полихромную наборную скульптуру выполняли лишь несколько мастеров. Так что в конце 20-го столетия тем, кто решил развивать традиции всемирно известных Фаберже и Денисова-Уральского, пришлось начинать практически с нуля. Мы изобретали заново, и технологии как таковой не существовало. Существовало один, два, три человека, которые занимались данным направлением. Естественно, никто никому ничего не рассказывал, боялся каких-то конкурентов, может быть. Потому что направление новое, оно было интересно тем, что просто нет аналогов. Ну, были аналоги во времена Фаберже и Дениса Уральского. В современном аналогов не было, никто этим не занимался. Все делали простые вещи, которые можно сделать в течение часа-получаса. Никто не занимался направлением, которое требует месяц, два, три месяца затрат на одну вещь. Поэтому технологии с каждой работой мы изобретаем новые. То есть, и вот то, что мы сделали, например, в предыдущей работе, в последующей мы можем делать совершенно по-другому. И что касается инструмента, что касается способа, фактур, что касается технологии, скажем, изготовления каких-то сложных деталей, как там яблоко глазное, там, еще что-нибудь. То есть, каждый раз все новое. Объемная мозаика тем и сложна, что ярко и эмоционально передать художественный образ можно только лишь, решив сложные технологические задачи. Для изготовления только одной фигурки используются десятки видов камней. Выбор материала – один из самых важных моментов в создании каменных трехмерных картин. Цвет лица может имитировать джезгазганский мрамор. Губы – типично уральский камень-родонит. Элементы одежды часто делают из яшмы. На этом этапе, говорят мастера, и проявляется то самое чувство камня, которое становится залогом удачного подбора материала и в итоге гармоничного сочетания цветов и фактур в композиции. Но с первого взгляда понять, на что годится материал, не получится даже у высококлассного мастера. Фрагмент камня надо тщательно изучить. Только отшлифовав и отполировав камень, нужно понять, насколько он нам подходит. Поэтому сейчас мы его отполируем и посмотрим. Проявится цвет, и мы будем знать наверняка, что он подойдет в нашу композицию. Мастеру, который работает с камнем, необходима хорошая координация движения рук, развитая чувствительность пальцев, умение на ощупь находить в нем возможные нарушения структуры. Обработка камня – кропотливый процесс, но внимательное отношение к каменному сырью приносит потрясающие результаты. Любой изъян в куске минерала мастер может обыграть. Трещина или цветовое пятно, которое смотрится как дефект, придадут изделию оригинальный вид. Так что еще до того, как камень попадет под резец, мастер должен уловить и понять его суть и предназначение. Есть как и глухие камни, которые на просвет ни миллиметра не дают, так и абсолютно прозрачные, которыми можно делать все, что угодно. То есть мы начинали эту тему в училище еще, когда у нас, в принципе, не было даже аналогов, ни картинок, ничего. То есть сказали, ну вот как бы, вот интересно там человеческие фигурки, формы. И мы начинали именно из-за того, что было интересно подобрать, например, определенную ткань, либо там сделать определенный материал, фактуру, в камне, который будет имитировать простую шубу, шерсть. И задача была в этом, то, что в камне создать то, что в природе, ну, как бы есть, но оно не каменное. То есть оно мягкое, оно пушистое, там, что угодно. В этом была изначально, как бы, идея, вот именно делать эти вещи. А дальше оно стало перерождаться в том, что форма появилась, цвета, сочетания, скажем, правильные начались, подбор цвета. Темы интересные были, которые в камне. Ну, любая уральская тема вся в камне интересна. А потом уже, когда появились серьезные, ну, во-первых, наработки, во-вторых, уже появился опыт, в-третьих, там уже серьезные люди, которым это уже надо. То есть мы уже стали делать те вещи, которые, ну, стали высоко художественными на текущий момент, по крайней мере. Музыка Музыка Вещь, когда делается 2-3 месяца, там, ну, минимум, одиночная, то она надоедает. И кажется, что когда ты избавился от нее, то такой груз облегчения у тебя вроде спал. На самом деле, когда ты душу вкладываешь, вот тоже вот понятие, уложил ты душу туда или нет. Если ты после окончания работы болеешь, хотя бы 2-3 дня, это в виде простуды, может быть, или еще чего-то, либо, ну, просто там, упадок сил, то действительно кусочек души ты этой работе отдал. И это, ну, по крайней мере, мой организм постоянно проявляет. В былинные персонажи как будто вложена частица души, мысли, таланта их создателей. Может быть, поэтому сцены полны жизни, и кажется, что вот-вот каменные персонажи сорвутся со своих мест. Они светятся изнутри и вызывают отклик в сердце зрителей. Попав в мастерскую, понимаешь, как непросто добиться этой живости от камня. Не знаю, Владик, я бы еще додумал и доработал. Ты считаешь, это готовый макет? Ну, вполне, можно резать. Ну, а потом, на каком этапе мы остановимся и будем искать ошибки? Их надо сейчас найти? Ну, вот я говорю, нога, мантия, центр подставки, и рука вызывают складки, сомнения. Давай проверим все-таки материал, который у тебя был или есть. Конечно. И обсудим еще раз. Алексей самый крупный деятель в этой сфере в Екатеринбурге. Поэтому, конечно, когда он что-то заказывает, то это должно быть что-то масштабное. Можно дать волю воображению. То есть какие-то ценовые факторы, они уже не связывают руки. Камень предполагает некий монолит. То есть нужно показать устойчивость, силу. И сохранить объем. Потому что камень – это все-таки кусок чего-то такого надежного, твердого. И поэтому, конечно, когда я делаю эскиз для камня, то получается что-то вот такое вот увесистое. Несмотря на природную монументальность, каменные фигуры полны движения. Это фирменный стиль мастерской Антонова – динамика и экспрессия. Все начинается с идеи будущей композиции или серии работ. Часто вдохновителем становится сам руководитель мастерской Алексей Антонов. Идею может подсказать кто-то из работников, заказчик или даже сам камень – его фактура. Зримую форму образу придают художники и воплощают ее в объеме, например, в пластилине. Затем в жидком искусственном камне отливают макет. Еще несколько лет назад можно было обойтись без создания макетов. Но в современных каменных скульптурах так много мелких деталей, без трехмерной модели не обойтись. Лишь после этих предварительных этапов резчики переносят элементы композиции в камень. Теоретически все этапы может выполнить один мастер. И Алексей Антонов такого уровня специалист. Но в большой мастерской созданы условия, где таланты каждого используются по максимуму. Мастеров уровня работ Карла Фаборже нету в современности. То есть это только если кто-то там сам по себе что-то пытается сделать. Но это все телетанство. То есть невозможно создать профессиональную современную вещь, не используя знания ювелиров, художников, камнерезов, 3D каких-нибудь копиров, плотеров, суперсовременных компьютеров. То есть сейчас уже без современных инструментов создать уникальную вещь очень сложно. Во времена Фаборже и то они делали интересные механизмы, которые позволяли вот эту галишировку делать. Ну вот с эмали, там у них своя технология была. Сейчас технологии абсолютно другие, то есть позволяют делать бесподобные вещи. Хотя все сделано руками. То есть от начала и до конца никакой ни автоматики, никаких там суперэлектронных вещей не используется. Вкус меняется. Остается только то, что мы готовы на своем уровне развития воспринимать. То есть три основных цвета, общая форма, композиция без потери сути. Это может понравиться как человеку искушенному, так и человеку, который первый раз вообще сталкивается. У нас люди были, которые говорили, там, чем вы камень красите. То есть и до сих пор такие есть. Камень красят китайцы. Мы находим цветной камень, который создан природой, и пытаемся его сочетать. Иногда правильно, иногда неправильно. То есть метрам позволено допускать ошибки, чтобы к себе привлекать и дать внимание. Многофигурные композиции – новый виток камнерезного искусства. Не отдельные персонажи, а целые сцены, наполненные драматизмом. Их интересно рассматривать с разных сторон. На создание одной объемной картины может уйти год работы всей мастерской. Неудивительно, что виртуозные камнерезные произведения приобретают популярность у коллекционеров. Со временем цена их будет только возрастать, потому что композиции не тиражируются. Мы стоим у истоков переворота мыслей у коллекционеров, у которых сложился стереотип, что нужно коллекционировать только антиквариат, который 25-30 лет минимум, ну, лучше 100. Мы стоим у истоков, когда люди начинают понимать, серьезные коллекционеры, по крайней мере, которые могут себе позволить наши вещи, начинают понимать, что лучше стоять у истоков и покупать не подделку с аукционов, а покупать у конкретных мастеров конкретный труд за, ну, грубо говоря, себестоимость на сегодняшний день. Мода на коллекционирование объемной мозаики придаст новый импульс камнерезной отрасли. Так считает Алексей Антонов. Сейчас центров, которые могли бы с полным правом называть себя преемниками уральских камнерезных традиций, мало. Передача опыта проходит фактически даже не в стенах учебных заведений, а в таких мастерских. В планах Алексея Антонова создание творческого объединения мастеров каменного дела фонда Денисова-Уральского. Мы даже конкурентам рассказываем, как это делать. Мы пришли к выводу, что у нас это общее дело. То есть наша задача на сегодняшний день камнерезку, которая является премеслом, то есть вынести в ранг искусство. И искусство на высшем уровне. То есть мы сейчас идем к этому, то есть стараемся разделять труд, что связано с художеством, что связано с творчеством, что связано там с отдельными технологическими сложными процессами. И получить конечный результат максимально совершенный. Когда-нибудь на Урале откроется и музей объемной мозаики. Об этом мечтает Алексей. А пока шедевры каменной пластики приобретают новых поклонников на выставках, которые стали организовывать в столице Среднего Урала. И у тех, кто впервые наблюдает современную объемную мозаику, нет никаких сомнений. Искусство это или ремесло? Миниатюрные каменные шедевры рассматривают и обсуждают часами. Заслуги Алексея Антонова отмечены многими наградами и премиями. Одна из последних от мемориального фонда Фаберже, прославленного ювелира, который делал ставку не на дороговизну используемых материалов, а на художественную ценность украшений и мастерство исполнения. Идеи в творческой мастерской Алексея Антонова не иссякают, а поэтому не останавливается и работа. На этот раз воплощение в камне получит картина Виктора Воснецова «Витязь на распутье». Само по себе напрашивается сравнение главного персонажа композиции с его создателем, художником, который по его собственному признанию не раз стоял перед выбором дальнейшего пути. Без перекрестков выбора меньше гораздо по одной прямой двигаться неинтересно. Поэтому я думаю, что чем больше в нашей жизни перекрестков, тем больше выбора. Так что тем больше шансов найти то, что именно твое. Ну, как я ни пытался, свернуть на другую дорогу мне не получалось. Так что жизнь заставляла заниматься только этим делом. И в общей сложности потратил уже 25 почти лет, занимаясь именно одним направлением. Ну, жизнь меняется. Я думаю, что-то будет новое появляться. Так что не гарантирую, что до конца дней буду заниматься именно этим. Но то, что основное, связанное с камнем, будет дело, это точно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok